всем привет я только что приехала из города хочу вам показать что мы купили это конечно не вязали но все же это часть моей жизни и так купила вышивку но не для себя а для дианы для старшей дочки она попросила меня у них сейчас проходит неделя труда как раз там ну как неделя неделя вышивки на трудах и ее это увлекло она хочет попробовать я купила красивый узор точнее рисунок чтобы у ребенка не пропало желание вышивать конечно там были подешевле рисунки шли точнее вышивка но мне все-таки захотелось купить скажу так это средняя цена то что нам предлагал магазин выбрала более такой интересный набор для вышивания и так цена 217 гривен кристалл арт так фарбы взымку краски зимой 26 на 21 сантиметр наберут для вышивания хрестиком и вот такой зайчонок будет покажу вам здесь мулине ну скажу так я не сильно в этом всем я сама не вышивала последний раз это было в детстве тоже в школе что не скажу вам все как видно что цветов немного то есть ребенку принципе должно быть не сложно пишите кто вышивал что-то подобное сложно будет или нет но как я поняла здесь еще идут стежки ну думаю она это все осилит дальше я как-то говорила не помню на влоговом канале или же на этом что хотела купить себе беспроводные наушники так вот мне муж подарил такие наушники на не открою день влюбленных сейчас одну секунду оказывается с другой стороны они открывались вот такие наушники вот такие наушники очень классные это сяоми я наверно стою фанатом этого бренда очень мне нравится у меня и телефон сяоми note 8 pro note 8 8 до 9 еще у меня не было я планирую что если буду покупать уже десятку вот так так что я очень счастлива они классные и музыку целый день не хожу слушаю чем они замечательны тем что не нужно их заряжать то есть отдельно они подсоединяются то есть зарядка идет именно в этой коробочке а потом саму коробку можно заряжать и вот если вы куда-то там в поездку собираетесь но я думаю что об этом уже все знают только у меня наверное таких наушников не было можете заряжать именно в коробочке вот это супер дальше какие у меня еще новости я начала сегодня утром читать вот эту книгу пиши сокращай книга посвящается текстом чтобы писать убедительно просто и понятно для всех чтобы тексты были читабельными начала читать она мне давно но как-то не могла решиться но поняла что то надо я сейчас подсела на видео о книгах и понимаю что мне это очень нравится и понимаю то что я ничего не читаю нужно это исправлять я все-таки люблю бумажный вариант аудиокнига это хорошо тем более с такими наушниками но все-таки бумажный вариант мне нравится больше у меня дедушка читал я это с детства помню он постоянно даже телевизор не смотрел а только читал книги конечно военные но это мне так запало в душу и когда я читаю книгу все-таки какая-то связь есть мне так духовная связь присутствует однозначно также хочу сказать что мне нравится вот эта редакция или как правильно сказать alpina publisher очень классные качества то есть если альпина или там мифы это все я покупаю безусловно вот такими покупками поделилась начинаниями но это не только об этом будет этот влог я еще буду вязать конечно сегодня немного отдохнул и начну вязать а что именно вы увидите дальше ну что у нас сейчас 6 часов вечера я взяла любимый свой процесс если кто-то не знает из чего вяжу то пожалуйста оставляю вам подсказку в верхнем правом углу переходите там начало все объясняю какая пряжа какие артикулы какой состав все все какое сочетание состава то есть все там объясняю ну что хочу его немного продвигать свой джемпер вот он мой красавчик вот очень рада смотрите здесь мои соединительные края ряда и как сказать там где меняю там где я делаю смену нити или можно по-другому сказать где начало и конец ряда почему у меня столько много мотков вот я говорила что в работе очень много потому что я не обрезаю нить это все заправлю аккуратно будут протяжки вот и вот такие примерно 7 сантиметров но ничего страшного лучше пусть будет протяжка такая большая но это на любителя не говорю что нужно взять так то есть если вы хотите чтобы прям вообще аккуратно было можно разрезать но мне лучше так чтобы все-таки я это изделие довела до конца вот вижу все замечательно все мне нравится есть где поправить петли начально но это только по той причине что я очень туго затягивала конец нити второй ну а все будет в порядке спасибо огромное что поддержали мой процесс много хороших слов огромное вам спасибо за поддержку я конечно потрясена я думала что возможно только меня такой вкус что мне очень безумно нравится сочетание цветов но оказывается что не только у меня думаю изделие получится супер я его довезу в скором времени так как вижу на спицах номер пять еще поступил мне вопрос сегодня вот и прочитала что разочарована тем что я распустила авантюру надеялись на то что буду снимать видео описание на это изделие и купили пряжу то есть с каким-то упреком но я не считаю что это какая-то проблема большая согласитесь что очень много на youtube мастер-классов и подробных и теории по вязанию авантюра то есть в этом вообще нет никакой проблемы найти подходящий связать без меня не вижу ничего сложного тем более что я не начинала снимать мастер-класс говорила чтобы видео описание как ее вижу они по петельной а теорию вы можете посмотреть в ольге кондратьева и я ничего там прям такого сумасшедшего вязать не хотела уникального как все лицевая гладь возможно по низу выпустила какой-то узор то есть ничего сложного я все-таки решила что хочу вязать то что мне реально нравится чего я получаю сумасшедшее удовольствие и конечно буду для вас снимать мастер-классы ну а подробные или видео описанию то это зависит от процесса вот и все ну что повяжу и думаю что еще какой-то сегодня процесс возьму в работу у меня это пряжа уже отдыхает вот это все остается только коричневый цвет газа бобикоттон махерчик сприт связано уже круглая кокетка я все отрезала лишнее осталось только вот это сочетание меланж что я буду делать я хочу провязать два ряда коричневым цветом а потом уже разделить петли у меня сейчас на спицах 302 петли если точно сосчитала ну здесь в принципе и не важно плюс-минус главное чтобы не было меньше лучше будет пускай больше ну плюс-минус две-три петли это не важно все могла где-то сбиться могу ошибаться на несколько петель ну как уже сказала ничего страшного провязываю два ряда меланжевым цветом и потом делаю разделение перед спинку рукава вывязывание азиатский росток но перед этим хочу так уже следила петля хочу спрятать вот эти все концы насколько аккуратно удачно получится я конечно же вам по возможности покажу если будет очень ужасно то вряд ли но буду стараться аккуратно все-таки это джемпер для меня и честно вам признаюсь что прятать концы я не люблю и не всегда это аккуратно меня получается но все же без этого никуда подключусь немного позже вот такая прелесть а ну да немного расскажу здесь смотрите что у меня связано голубой цвет 3 ряда и здесь уже карамели побольше идет и пустила еще один ряд королевских пайеток то есть у меня вот в начале королевские пайетки на коричнево на меланжевом цвете и уже здесь опустила на карамельном цвете и тут практически не видно основы этих пайеток то есть вот этой ниточки на которой находятся сами пайетки ну вообще супер ну и конечно смотрите сколько здесь на изнаночной стороне потом по тому как будет готовое изделие это все буду возвращать на лицевую сторону вот очень много очень ну а перед тем как приступить к прятанию кончиков я решила основательно подкрепиться хоть сейчас и начало десятого но кушать хочется поэтому сделать три бутерброда один с белым с хлебом а два с черным и здесь изюм вот сыр колбаска и чаем без сахара кто кушает всем приятного аппетита и так дорогие друзья показываю вам результат смотрите я уже спрятала все кончики вы помните сколько всего здесь было вот идет большая протяжка они тоже вам говорила что она будет ничего страшного почему идет она не в натяжку потому что полотно растягивается я не знаю сколько она растянется после стерки чтобы не было как раз натяжку сильно то я допустила немного свободы этой нитки и также льна потому что льон он вообще не тянется никак вот так ну и осталась ниточка меланжа газал боби коттан из махерчик сприт и вот эти последние ниточки еще не спрятала как вам напишите нравится ли как все получилось как я спрятала концы их почти не видно вот от слова совсем присмотритесь ну есть да вот но сама где ниточка пряталась этого незаметно что если вдруг вам интересно как это делать то пишите в комментариях я обязательно вам расскажу покажу конечно же поделюсь этим все теперь могу спокойно провязать два ряда меланжем и разделять петли вязать не азиатский росток продвигать так сказать процесс у нас уже сегодня 13 февраля что я вчера продвинула смотрите у меня связан не азиатский росток я делаю развороты по рукавам сейчас вам будет не очень хорошо видно но когда я пересниму рукава тогда вам еще раз покажу этот процесс и вы сможете наглядно посмотреть ну вот это перед вот здесь такая тоненькая полоска это спинка и рукава здесь уже идет она пошире я всегда когда вижу не азиатский росток делаю всего три точки разворота по рукаву но в этот раз я сделала 4 точки то есть по 8 петель подхватывала сначала а последние два раза по 4 петли то есть последнюю группу петель из восьми разделила на две части и вышла по 4 что мне еще здесь нравится нравится то что быстро вяжется нравится то что не будет бросаться в глаза широкая полоса по спинке и узкая по переду вот это меланжевая почему потому что здесь неравномерные полоски и по этой причине не будет бросаться такая разница в ширине полосы меланжевая это очень хорошо сегодня моя задача переснять рукава на дополнительную нить я это делаю крючком и начать вязать тело я все концы спрятала только два осталось но их тоже легко спрятать почему я сразу спрятала потому что если будет очень много кончиков это будет тормозить работу потому что я буду постоянно о них думать а так пол работы в принципе сделано здесь как раз сложность о том что много полос а это значит что часто меняется нить и приходится прятать достаточно много концов мне писали также вчера комментарии что давно хотели связать полосатый джемпер по кругу ну точнее наверное круглая кокетка или реглан неважно круговое вязание и останавливая то что переход как будет смотреться то есть там где начинается ряд и заканчивается вот и вам покажу наглядно как раз я вам показала вот эту сторону это между рукавом и спинкой то есть там где начало и конец ряда вот смотрите все замечательно смущает это место но здесь возможно я подправлю иглой выровняю какая-то молочная петля вытянутая не очень мне нравится а так все замечать возможно какую-то ошибкой допустила но не может быть так что все 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 хорошо а здесь вязала также но как-то смотрится не очень я ничего дополнительного не провязываю вообще просто нить которая начинаю вязать следующий ряд я запускаю под нить которую перестаю вязать следующем ряду вот весь секрет вообще не провязываю ниже лежащий ряд ничего этого я не делаю просто меняю нить как бы перекручиваю нити и голубая нитка выходит с под нити карамель то есть не так что просто идет она прямо а выходит под нить так я извиняюсь за свой маникюр потому что это идет бы вы понимали вот что у меня много вот сегодня наверное еще не проснулась также сегодня хочу еще продвигать свой платок потому что последнее время часто приходят вопросы когда будет мастер-класс будет видео описание по этому платку как вязала сколько петель набирала как меняла полосы как вязала вот этот ажурный несложный узор как уже дело прибавки я показывал каком-то влоге ну а как вязать узоры я показывать не буду мастер-классе так как он легко вяжется он взят из очень простой книги узоров я бы даже сказала что это основа ажурных узоров вообще нет ничего сложного и вы справитесь если вы можете делать убавки с наклоном влево с наклоном вправо и накиды все больше вам ничего принципе не надо ну конечно вязать лицевые изнаночные петли так как это поворотное вязание нет никакой сложности напишу схему как меняла цвета то есть будет abc название цветов ну а вы уже будет подбирать свои какие у вас есть артикулы какие есть цвета этих артикулов и уже сочетать комбинировать чем мне нравится вязать этот платок тем что он вяжется из остатков пряжи то есть вы можете развязать свои запасы там один моточек пол моточка это очень классный вообще рекомендую вам вязать платки из хорошей пряжи потому что это небольшое изделие я уверена что у вас есть остатки хорошей пряжи вы и выбросить жалко и связать не известно что можно а так пойдет все в дело и будете носить теплый шикарный платок я еще не знаю будет этот платок мне или на подарок я пока что думаю но уже первый платок голубом цвете там голубой серым и цвет полынь есть мы уже подарили насколько мне сказала диана что очень были рады мне приятно конечно же так что здесь я спицы пересняла стоят заглушки вот такие я не пойму как я здесь переснимал он получилось вот так что я еще подцепила угол платка странно правда но наверное быстро я это дело так как мне нужны были спицы на вот этот проект очень быстро нужны были и наверное спешила и так получилось подцепила угол вообще я процессом довольно вяжется быстро и тем более я уже перешла на полосы где очень легкий ожирный узор только нужно начать вязать и закончить вот такой процесс у меня шикарный вообще последнее время мне нравится то что я начинаю да есть один процесс наверное расскажу о нем немного позже что мне бы хотелось его или закончить или распустить но вот не мое как-то просто вязать не хочется хочется сочетать какие-то интересные цвета вот наверно уже в душе весна пришла но на улице у нас достаточно такая морозная погода минус 11 ощущается как минус 20 и вчера была странная погода с утра как бы весна а под вечером метель и очень сильный мороз вот такой перепад поэтому не прямого эфира не было потому что милой у нас даже сеть не ловит на телефоне то есть одного оператора странно конечно почему-то но все же я не риск не решилась рискнуть чтобы не было никаких казусов вдруг эфир бы не сохранился или там плохое плохое качество было это никому не нужно все дорогие мои я буду с вами на этой замечательной ноте прощаться спасибо что вы досмотрели видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на мой канал если вы новый зритель также не забывайте возле подписаться нажимать на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео и вы могли первыми оценить его посмотреть написать комментарий это очень круто помните что вас люблю ценю и всем пока пока